Туристский рынок, его свойства и анализ сезонности Туристский рынок, его свойства и анализ сезонности Туристский рынок – это прежде всего рынок услуг. Он имеет специфические особенности, учитывать которые необходимо при организации туристского бизнеса. Во-первых, туристские услуги неосезаемы, теряются во времени. Качество отдельных услуг в составе турпакета может меняться. Это, во-первых, будет еще во-вторых, в-третьих и в-четвертых. Итак, во-первых, туристские услуги неосезаемы. Турист не может при приобретении тура не попробовать его, не потрогать руками, не увидеть воочию. То есть они неосезаемы. Туристские услуги теряются во времени. Доход от непредоставленной вовремя услуги теряется навсегда. Ну и третье – качество отдельных услуг в составе тура может меняться. Поэтому необходима дифференциация цен по качеству услуг. Необходима заменяемость и вариативность обслуживания. Это что касается, во-первых, нужно учитывать при организации туристского бизнеса. Во-вторых, что надо учитывать? При реализации туристского продукта, будь то экскурсия, тур или заранее забронированное гостиничное обслуживание, как правило, имеется разрыв во времени между фактом оплаты, то есть покупки туристского продукта, и фактом его потребления. Турист, заранее приобретая путевку на тур, авансирует работу обслуживающей организации на маршруте через туроператора и турагента, то есть платит не лично производителю услуг, а тому, у кого покупает путевку. Это во-вторых. В-третьих, что надо учитывать при организации туристского бизнеса? В туризме качество услуг в большей степени зависит от исполнителей, от обслуживающего персонала, то есть от гидов, экскурсоводов, портье, горничных и так далее, работников контактных профессий. Ну и в-четвертых, что нужно помнить, это то, что для туристского рынка характерны значительные сезонные колебания спроса туристов. Теперь мы с вами поговорим о сезонности, то есть анализ сезонности. Сезонность явление очень сложное и по своим последствиям противоречивое. Ну, например, появление на рынке турпродуктов обуславливает пик сезонных колебаний продажи и цен в летний период. Ему соответствует и сезонный подъем спроса. По степени интенсивности туристских поездок различают 4 сезона туристской деятельности. Это сезон пик, это сезон высокий, это сезон низкий и это сезон мертвый. Сезон пик, это период наиболее благоприятный для организации, рекреационной деятельности людей, характеризующийся максимальной плотностью туристов и наиболее комфортными условиями для рекреации. Сезон высокий, это период наибольшей деловой активности на туристском рынке. Время действия наиболее высоких тарифов на туристский продукт и услуги. Сезон низкий, это период снижения деловой активности на туристском рынке, для которого характерны самые низкие цены на туристский продукт и услуги. И сезон мертвый, это максимально неблагоприятный период для организации рекреационной деятельности. К основным факторам сезонных колебаний относятся факторы, формирующиеся под воздействием природно-климатических условий, количество и качество специфических благ для развития спортивного, оздоровительного, познавательного и других видов туризма. Природно-географические условия являются определяющими в выборе туристами того или иного района для посещения. На этом наш с вами билет «Туристский рынок, его свойства и анализ сезонности» закончен. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете, подписавшись на наш канал на YouTube, поставить лайк или сделать репост этого видеоурока у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок под этим видео. До встречи в следующем билете, в котором мы поговорим с вами о рыночных механизмах регулирования туристической деятельности. Продолжение следует...